ну что дорогие мои друзья займемся зачисткой чеснока и начнем мы его с кассабланки чеснок уже пожелтел весь берем только головки все ботву выброшу когда мы жили в казахстане я брала на семена всегда самые крупные головки из этих крупных головок я брала еще самые крупные зубки из первого ряда и чеснок у меня действительно был исключительно хороший на загляденье я говорю у меня в деревне бабки через забор висели разглядывали что у меня и как растет иногда посмотрю в окно потихонечку думаю господи ну пусть смотрят чё теперь слава у меня была неплохая в деревне если кто-то смотрит из деревенских мой канал так здесь стоит петропавлов то меньше земли будет оставаться потом уже почищу пойдет дело дальше то пусть подтвердят деревенские никто из вас не мельдуются сто процентов немножко в германии сложно с чесноком с выращиванием чеснока с приобретением посадочного материала любого казалось бы за границей Голландия близко можно все купить ну вот если вы пойдете покупать семена помидор ну вот так на вскидку скажу что но от силы можно найти ну 50 наверное сортов не больше посмотрите сколько сортов в России огромное количество вот вот поэтому и везем семена со всех сторон вот вот сейчас я обрежу лучше луковицы отберу на семена а все остальное пойдет на еду и уже когда я отберу луковицы на семена то они приобретут статус мои вот эти вот такой статус будет вот такой это сорт мои вот так я заказала племяннице в Тольятти чтобы она привезла мне чеснок мне привозила наша осношенница моя осношенница привозила мне чеснок исключительный был посадочный материал но в первый же год почему-то пошла ржавчина погодные условия у нас по северу Германии сыро холодно холодные ночи жаркие дни не очень хорошие поэтому у нас рискованное земляненькое земледелие ну вот вот как то так справилась вот столько у меня получилось чеснока это конечно не очень много сейчас мы дальше почистим а для этого мне нужно стабилизироваться вот так поставим стульчик и почистим чесночок все летает кружится так отламываю корешочки здесь отломилась не корешочки отломилась будка так и вот так корешочки будем пресать не отламываются как следует вот так отламываю корешки убираем лишнюю шкурку ясную таким образом она уже растрескалась это говорит о том что чеснок немножко перестаял перед уборкой надо было раньше да вот эта головочка не пойдет на себе влажность высокая она начала показывать себя так здесь их сняли счистили отрезаем в леса еще осталось подсушить немножко полосноватый чеснок так наша задача сегодня разобраться с чесночком Продолжение следует... 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 Продолжение следует...